Трамп в законе. Чего ожидать миру и Украине от самого непредсказуемого президента самой могучей державы? Праздник ничего не делания. Во сколько стране обходится затянувшийся депутатский отдых и насколько они себе его еще продлили? Цена судебной отмазки. Сколько платят за свободу, нарушившая закон политики и мажоры? Игра в тарифную лотерею. По формуле или с потолка? Откуда берутся новые шокирующие цифры в платежках? И как много украинцев не смогли заплатить по таким космическим расценкам? Главный больной Кабмина. Минздрав лихорадит которую неделю? Чем закончится противостояние врачей и министра? Добрый вечер. После праздничного перерыва подробности недели возвращаются в эфир. Я Алексей Лихман. Начинаем новый сезон. Действительно каникулы закончились и казалось бы новый политический сезон должен стартовать везде. Должен. Но, по-видимому, только не в Верховной Раде. Такое впечатление, что к старому Новому году нужно добавить еще один праздник. Новый год по-депутатски. И когда он наступит, когда они допразднуют, большой вопрос, может быть даже в феврале вместе с запланированной у депутатов очередной сессией. Впрочем, и это еще не гарантировано. В январе народные избранники не то что в зале парламента, даже на телеэкранах появлялись реже обычного. Серьезных решений вообще не принимали, да и в скандалах отметились только единицы. Что случилось с депутатами, выясняла Екатерина Лысенко. Это январь 2016-го, когда депутаты только вернулись с каникул в сессионный зал. В коалиции тогда еще были и самопомничьи Батьковщина, а в повестке дня изменение Конституции в части децентрализации и правосудия. К той сессии депутаты серьезно готовились, несколько недель договаривались и все, что нужно, проголосовали. Тогда уже активно обсуждали отставку Екатерина Лысенко и способ его увольнения, а заодно обещали после этого работать как никогда эффективно. А вот январь 2017-го. Депутаты должны были вернуться в зал, но вернулись далеко не все. И, пожалуй, впервые в истории Верховной Рады та часть нардепов, что все-таки добралась до стен парламента, даже не старалась показать эффективную работу. Ленивые январские посиделки в парламенте, похоже, удивили и самих нардепов, тех, кто вернулся на работу из отпуска. Ведь у каждого свой список важных законопроектов и еще больше багаж обещаний. И хотя неотложные вопросы действительно есть, в повестке дня в основном вопросы технические и череда решений по ратификации. Ну а депутатский корпус едва насчитывал сотню штыков. Одни еще отдыхают, другие в США, третий на округах. Законопроекты такие достаточно относительно их актуальности и все. В лютом снова депутаты только приедут, приедут с отпуска, они начнут втягиваться в рабочий процесс. Швидко промейнут два тижня и у нас уже будет березень. И с березня начнется только какое-то там планомирное, скажем, принятие законов, каких-то законов. Перезавантажение потребно. Редкий случай, депутатам даже поскандалить, кажется, лень. Единственный, кто как всегда отличился, так это главный радикал. Кто? Я пытаюсь. Даже в такое спокойное время вляпался в громкую историю. Минулого тижня народный депутат Украины Олег Валерьевич Ляшко дозволил себе в неприпустимой, принизливой форме образить нашу колешнюю коллегу Ивану Климпуш-Ценсадзе. Он связал ее позицию с приводу моратория на Ліс Кругляк с следующими эпитетами. Подсадная качка, ставленница олигарха, урядовый даун. Это уже не первый, на самом деле, такой прояв, мовы ненависти в публичной политике, таксистизму. В ответ на оскорбление женщины нардепы решили бойкотировать все законопроекты радикалов. А заодно коллеги по залу попросили агентство по противодействию коррупции заняться отдыхом Ляшко и его спутника в Таиланде. Мол, одни только авиабилеты по 100 тысяч, уж слишком много для защитника малоимущих. Так что теперь еще и доходы главного радикала проверят. Протест против Ляшко и перепалка самопомощи и Кабмина, пожалуй, и все, чем запомнится старт нового политсезона в парламенте. Еще хоть какую-то активность нардепов заставил проявить очередной конфликт вокруг Минздрава. Но даже внимание к этой теме не стало таким большим, чтобы депутатов услышали в Кабмине. Поставили какую-то непонятную женщину, засекретили ее диплом, хотя есть данное, что у нее диплом лаборантки. И она просто уничтожает здравоохранение в нашей стране. Безумовно, что депутатов хваляют вопросы деятельности Министерства охраны здоровья, потому что мы видим проблемы и с закупивлением леков. И даже час вопросов к правительству, которые депутаты посещают традиционно мало, на этой неделе можно назвать необычным. Настолько мало их еще по пятницам не было. Так что спикер даже поспешил закрыть сессию, пока в зале было кому спеть гимн. В следующий раз депутаты соберутся в феврале. Теперь у них еще две недели каникулы. На прошлой сессии депутатов вошло в привычку мобилизироваться только под особо важные законопроекты. А на следующей сессии еще большой вопрос, а смогут ли они вообще мобилизироваться, даже когда это действительно нужно будет. Депутаты часто, возможно, не таки дисциплинізированы, но по меньшей мере, понимают, что когда важное решение, то бачили явка есть. Пораховать никто не может. Достоверных данных ни в кого нет. Это, знаете, такая мантра. Коалиция есть, коалиции нет. А что от этого зависит? Парламент принимает решение 226 голосами. Если есть форум для принятия решения, если решение принимается, значит решение принимается. Власне, коалиция – это просто инструмент. Не может существовать парламент, в котором нет большинства. И то, что сегодня происходит, это наследок именно этих процессов. Бюджет, вы знаете, ухвален. И теперь для многих депутатов стало не цікавим ходить в Верховную Раду, потому что они выбили необходимые для себя статьи, которые позволяют им очень неплохо существовать. Группы по интересам, точечный сбор голосов и кнопкодавство. Пожалуй, только это поможет на новой сессии показывать результат на табло. Коалиция? От вопроса о ней нардепы уже настолько устали, что даже итоги ее деятельности не подводят. Коалиционное соглашение запылилось, а вместе с ним пылью покрываются и сотни законопроектов, без которых страна развиваться нормально не сможет. Но даже такой расслабленный режим работы не помешал парламентариям нагреть руки. 4 миллиона гривен. Именно столько функционеры Рады выделили на ремонт помещения одного из парламентских комитетов. Журналисты проекта «Наши гроши» обвиняют соратника спикера Андрея Порубея Петра Боднера. Депутаты же призвали Генпрокуратуру заняться этим делом. Но рано или поздно депутатам все-таки придется завершить свои каникулы. И первый вопрос, которым нужно решать, это требования МВФ. В фонде уже подтверждают, что в ближайшее время Украина получит очередной четвертый транш. Его, правда, сократили до 1 миллиарда долларов. Ранее шла речь о сумме на 300 миллионов больше. Но вдобавок к этому МВФ выдвинул Украине новые условия. Еще более жесткие, чем были раньше. Хотя бы потому, что теперь существует четкая привязка по времени для выполнения даже самых болезненных требований по пенсионной и земельной реформам. Детали в нашей справке. МВФ МВФ определил для Украины 12 условий, 7 из которых отличаются от тех, что были в прошлогоднем меморандуме. Уже до конца января Кабмин должен принять решение о монетизации субсидий. Чтобы всю сумму люди получали на руки и могли сами решать, как ее потратить или заплатить по счету, или израсходовать на энергосбережение. Конец марта этого года – срок для пенсионной реформы. Действующий меморандум предусматривал принятие соответствующего законопроекта еще до конца декабря. Но депутаты даже не взялись за эту задачу. МВФ требует повышать пенсионный возраст для мужчин на 4 месяца каждый год. Начиная уже с июля 2017-го. Для женщин пенсионный возраст должен повышаться на 6 месяцев каждый год с 2021 года. По плану фонда и для мужчин и для женщин пенсионный возраст в Украине должен быть 63 года. Сейчас в нашей стране мужчины уходят на пенсию в 60 лет, женщины – в 58. Еще одно требование – рынок земли. Законопроект об этой реформе должен быть внесен в Раду тоже до конца марта 2017-го. Следующий пункт – создание единого реестра получателей социальных выплат до конца июня 2017-го. Это нужно для верификации выплат и устранения мертвых душ. МВФ требует от Украины принять все необходимые законы для работы антикоррупционных судов. Не снимают в МВФ и требования по расширению полномочий антикоррупционного бюро. Украина обязалась предоставить бюро новое полномочие еще прошлой осенью. И депутаты так и не выполнили этот пункт. Не забывает МВФ и о ситуации вокруг Приватбанка. Уже до конца января Украина должна выбрать международную компанию с хорошей репутацией для проведения аудита Приватбанка. Аудиторы должны проверить, не было ли нарушений в отчетности банка за период в 6 месяцев до национализации. И еще один пункт. До конца июня Кабмин должен выбрать международного аудитора для проверки того, как акционеры Приватбанка выполняют условия реструктуризации. Кроме этого, фонд настаивает на продолжении налоговой реформы. Тем более, что депутаты перед Новым годом случайно ликвидировали налоговую милицию. И теперь нужно заполнять эту законодательную дыру. Не снимает МВФ и требований о продолжении приватизации в Украине. В Кабмине говорят, все это только предварительные условия. Мол, в прессу попал всего лишь проект нового меморандума. А что будет в финальной версии документа, еще вопрос. Впрочем, даже если что-то еще может измениться, то только в мелочах. Сам характер документа вполне соответствует тому, что еще в прошлом году Украина уже пообещала выполнить. Насколько все это реально, обсудим с Оксаной Продан, народным депутатом и экономистом, который может позволить себе независимую позицию в стенах этого парламента. Правда ведь, Оксана? Здравствуйте, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Смотрите, МВФ обещает, конечно, дать Украине очередной транш, но при этом сократила его уже на 300 миллионов. Это не первый случай. Прошлый транш нам тоже сократили, если вы помните, да? Вы согласны с теми экспертами, которые говорят, что все это признаки, вот эти сокращения, это признак недоверия с нашей стороны, что Запад видит, как мы не выполняем условия и оставляет за собой право давить на Украину? Ну, насправді, треба памятати, что МВФ – это кредитор, который позичает гроши. Он не формулюет нашу экономику, он не совершит никаких реформ. Он дает гроши, не дарует, а позичает гроши. И единственная умова, которую ставит МВФ перед любой страной и перед Украиной, это гарантировать возможность вернуться этих денег. Когда они видят большую верность вернуться, они щедрящие. Когда они видят меньшую верность вернуться, они экономят свои деньги. И это, мне кажется, единственным пояснением того, чему не просто меньшую сумму они сейчас рекомендуют. То есть вы видите в этом реальную оценку состояния экономики Украины на сегодняшний день? Оксана, что касается пунктов этих требований от МВФ, вы, наверняка, с ними уже ознакомились. Как вы думаете, они все попадут в окончательный вариант меморандума? Это зависит исключительно от нашего уряда, от того, какие цели перед собой поставить уряд. Если мета уряда будет исключительно взять эти деньги, этот транш, то, конечно, все те, что перераховано, оно там будет без никаких каких-то поправок и изменений. Если мета уряда – использовать транш для того, чтобы все-таки створить условия для развития экономики, властной украинской экономики, то я уверена, что эти пункты будут значительно модифицированы, изменены. Потому что все требования, которые ставит фонд перед Украиной – это обеспечение повернение денег. Вот эти все складовые, про которые мы говорим, про которые мы сперечаемся. То есть не обязательно слепо выполнять, а МВФ готов к открытому диалогу, если будет видеть, что страна реально работает. Украинский уряд, начиная с Азарова, пропонувал свою версию, как мы можем забезпечить повернение денег. А МВФ, или погоджует их, или не погоджует в том или ином меморандуме. И если наш уряд запропонует, например, легализацию добытку бурштину, это то, что сегодня миллиардами идет позабюджет, но может идти до бюджета. Это доходная часть бюджета. И это то, на что я уверена... Хорошо. Из того, что уже заявлено, что сейчас активно обсуждается, по вашему мнению, что может быть проголосовано в парламенте? Пенсионная реформа. Рынок земли требует уже к марту проголосовать. Та пенсионная реформа, которую я бачила, который есть проект, про который говорят, что до увеличения века, это не реформа. Это короткостроковое уменьшение витратной части пенсионного фонда. Но это не реформа. Поэтому говорить о том, что его стоит, и это то, за что стоит даже сперечаться, я считаю, что нет. Потому что пенсионная реформа – это изменение системы пенсионного обеспечения, когда люди, которые сегодня работают, когда мы с вами будем понимать, будет пенсия, и каким образом эту пенсию нам на майбутнє обеспечить. Когда действующие сегодня пенсионеры смогут открыть в интернете картинку и посмотреть, сколько именно им должна быть нарахована пенсия, а не какая женщина там в пенсионном фонде. Оксана, многие эксперты сейчас говорят, что при условии вот таких вот кабальных, и зачастую иногда невыполнимых условий от МВФ, не стоит ли нам отказаться от сотрудничества с МВФ? Как вы считаете, Украина на сегодняшний день готова к такому шагу или погибнет? Я думаю, что мы должны думать не только о сегодня, но и стратегично. У нас попереду несколько лет, в которых мы должны, кажется, около 15 миллиардов кредитов повернуть. И нам нужна вот эта поддержка МВФ, как минимум формально про то, что она есть, для того, чтобы помогать в работе с другими инвесторами, кредиторами, с другими международными организациями. Прежде чем нашим политикам ничего не остается другого, кроме как засучить рукава и все-таки начать работать. Спасибо, Оксана. Оксана Продан, народный депутат Украины, была гостьей. Подробности недели. Я благодарю вас за ответы. Сегодня в Украине День Соборности. В Киеве колонны людей на мостах через Днепр символически соединили страну. В руках они держали 30-метровый флаг. Торжественные мероприятия состоялись и в других городах. А президент Петр Порошенко по случаю Дня Соборности наградил орденами народных депутатов Рифата Чубарова, Ирину Герасченко и главу Комитета Европарламента по иностранным делам Элмара Брока. А освобожденному из рук боевиков Владимиру Женчугову присвоил звание Героя Украины. И еще президент в который раз напомнил. Украина неделима. Хочу передать этим политикам вопрос. Господи, а вы собирали эти территории? Вы докладывали для того усилия, чтобы этими украинскими землями расходиться? Тем более, что такая стратегия 100% и это уже доведено, до мира не приведет. Мета России не есть Донецк или Луганск. Мета России есть вся Украина. Наши герои на Сходе воюют не за повернение окремых территорий, а за всю Соборную Украинскую землю. Вот только не останемся ли мы одни в этой борьбе? Три года наша страна могла рассчитывать на поддержку западных стран. А сейчас ощущение, что в международных делах как будто шторм приближается. В США привыкают к новому президенту. Впрочем, многие мириться с ним уже отказались. Даже многотысячные протесты начались. Хотя Трамп еще не успел толком ничего сделать на президентском посту. А в Украине и Европе главный вопрос, какое влияние теперь Вашингтон будет оказывать на наш континент. И вообще, будут ли европейские дела в приоритетах Трампа? Вот, например, в своей статье для газеты Bild министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штанмайер заявил, что с приходом Трампа полностью поменяется весь миропорядок. И каким будет новый, не знает никто. Кстати, это уже можно было наблюдать в Давосе, на Международном экономическом форуме. Там неожиданно огромное внимание было приковано к лидеру Китая, впервые приехавшему на форум. И эксперты по итогам Давоса даже называют его главным глобалистом. В Давосе была и моя коллега Светлана Чернецкая. У нее узнаем все детали. Светлана, я приветствую тебя. Скажи, а вот как так получилось, что Китай стал, пожалуй, главным героем собрания? И что удалось украинской делегации на форуме? По сути, избрание Трампа президентом спутало все карты организаторам Всемирного экономического форума. Дискуссии политической и экономической элиты больше напоминали гадания, какую же линию выберет новый хозяин Белого дома. Америка один из главных мировых игроков. И не понимая ее стратегии, строить планы на будущее всем крайне сложно. Копнуть вглубь европейского кризиса тоже не удалось. Многие лидеры стран ЕС проигнорировали Давосскую встречу. Среди них тяжеловесы Германия и Франция, а также Испания и Италия. Еще один болезненный вопрос. Brexit на форуме обсудили. Но особой ясности речь британского премьера не внесла. Все будет зависеть от результата переговоров Соединенного Королевства с Евросоюзом. Еще никогда у нас не было столько вопросов и столько рисков. Глобальная ситуация очень опасна. Может быть даже более опасна, чем когда-либо со времен распада Советского Союза. Теперь к кризисным ситуациям в Украине, Сирии, Северной Корее добавляется паника в трансатлантическом пространстве. Действительно устарела ли НАТО, как говорит Трамп? Останется ли Америка главным партнером Евросоюза? Очень много неопределенностей. И это время неопределенности очень удачно использует Китай, чтобы неожиданно громко заявить о себе на мировой арене. С явным прицелом перехватить лидерство Америки. Чего точно не ждали от коммунистической страны и давнего врага глобализации. Так это кардинального изменения вектора. Си Цзиньпин – первый из лидеров Поднебесной, посетивший Давос. Здесь он продемонстрировал приверженность идеям открытого экономического рынка и свободной торговли. Идеям, авторами которых были Соединенные Штаты, но от которых с такой легкостью отказывается антиглобалист Трамп. Но что касается Украины, то нашу страну чаще всего упоминали косвенно. В контексте действий России на международной арене и заигрывания Вашингтона и Москвы. Позиция Соединенных Штатов по Украине, конечно же, очень важна. Но я считаю, что более важна позиция Украины. Что происходит в плане экономики, реформ, политической атмосферы. Потому что в конечном счете то, что вы делаете в Украине, решает судьбу страны. Не то, что делают американцы, немцы или же швейцарцы, или даже россияне. В отличие от прошлых годов, Украина была представлена только в неофициальной части программы. Но наша делегация прибыла в первый же день форума и все четыре дня провела очень активно. Петр Порошенко стал одним из первых и немногих лидеров, с кем встретился Си Цзиньпин. Уже очевидно, что отношения Киева и Пекина налаживаются. Ведь после Майдана связи с Китаем были почти заморожены. А в ноябре Пекин проголосовал против украинской резолюции по нарушению прав человека в Крыму. В поддержке Киева президент Порошенко заверил и новоизбранный генсек Организации Объединенных Наций. Ну а финансовую помощь пообещала президент Швейцарии. Первый транш на сумму 100 миллионов долларов поступит уже в конце этого месяца. Еще более 60 миллионов долларов выделит Международный комитет Красного Креста. Эта помощь Украине будет одним из самых дорогих гуманитарных проектов этой организации. Позитивный сигнал Киев получил и от Международного валютного фонда Кристин Лагард. Выразила уверенность, что в ближайшие несколько дней Украина выполнит последние технические условия МВФ. И получит очередной транш в миллиард долларов. Итоги Давоса от моей коллеги Светланы Чернецкой. Благодарю, коллега, за работу. Но я отмечу еще один момент. Это встреча президента Порошенко в Давосе с Робертом Гейтсом, бывшим министром обороны США. Встреча была неофициальной, но оттого не менее важной. О Роберте Гейтсе говорят, что это именно он рекомендовал Трампу назначить госсекретарем Рекса Тилерсона. А значит, контакты с человеком, который имеет такие связи с новым президентом США, могут быть очень полезными. Встреча с Гейтсом длилась около часа. Участвовали в ней еще и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин и Виктор Пинчук. Обсуждали в том числе и визит Порошенко в Вашингтон, который планируется уже в феврале. Еще один участник форума в Давосе, о котором стоит упомянуть, экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Его называют одним из возможных кандидатов на пост генсека НАТО. И Роберт Гейтс, и Дэвид Кэмерон были спикерами на украинском завтраке в Давосе. И уже известно, кто станет первым иностранным лидером, с которым встретится Дональд Трамп. Это Тереза Мэй, британский премьер. Их встреча состоится уже в пятницу. Главная тема переговоров Трампа и Мэй тоже известна. Это новое отношение между Америкой и Великобританией на фоне Брексита. Напомню, сам Трамп заявил в интервью, что полностью поддерживает Брексит. И даже допустил, что из Евросоюза вслед за Туманным Альбионом могут выйти и другие страны. Ну а в самой Америке сотни тысяч человек вчера вышли на так называемые женские марши. Участвуют в них, естественно, не только женщины. Но началась эта крупнейшая за последнее время волна протестов в ответ на резкие высказывания Трампа именно в адрес слабого пола. К чему могут привести такие акции и как к ним относится сам Дональд Трамп? Узнаем у Дмитрия Анопченко. Он все эти дни внимательно наблюдает за событиями в Вашингтоне. Дима, приветствую. Скажи, как ты считаешь, будут ли еще протесты? Или сотни тысяч человек вчера уже, это был максимум, люди, что называется, выпустили пар. Ну и дальше волна может пойти на спад. Леш, ну я тебе откровенно скажу, на самом деле ответа на этот вопрос, вот точного ответа, нет не только у меня, но и у самих организаторов протестов. И я сейчас поясню почему. Ну вот, допустим, давайте разберем ситуацию, которая была накануне. Огромные марши протестов в Вашингтоне. Сами организаторы рассчитывали, что выйдут от силы 200-300 тысяч человек. Я был там, я был этому свидетелем. Ну, организаторы сказали потом, что где-то под миллион пришло. Ну, миллион, наверное, цифра завышенная, но тем не менее, людей было очень много. Ну, 1700-800, как минимум. Эта цифра сравнима с тем количеством людей, которые были на инаугурации Дональда Трампа. И понятно, почему. Вот вряд ли наши зрители знают, но я поднял специально статистику. А сколько человек в Вашингтоне, в столице, проголосовали за Трампа во время этих выборов? Выяснилось, что всего лишь 4%. И 91% был за Хиллари Клинтон. Ну и понятно, что вот есть это недовольство результатами. Есть это недовольство тем, что они голосовали за одного кандидата, а Америка выбрала другого. И это недовольство выплескивается на улице. Но что очень важно, недовольство достаточно мирное. Как и мирным был этот протест. Вот этот мат Мадонны, который прозвучал со сцены, наверное, это самое экстремальное, что может быть. Потому что мы даже в толпе, я не знаю, будет ли зрителям видно в этих кадрах, но мы в толпе видели людей в шапочках Трампа, и эти люди не столкнулись ни с каким насилием, ни с каким осуждением. С другой стороны, есть и другие протесты. Вот когда наши зрители видят картинку, видят этих молодчиков, радикалов, которые бьют машины, бьют витрины, это абсолютно другие протесты. Они не связаны с теми, что происходит в центре Вашингтона. Они абсолютно в другом месте, в другом районе. И это абсолютно другие люди. Люди организованные, люди, которые явно получают команды. Люди, которые явно действуют по команде и готовы к проведению массовых протестов. Поэтому, если мы говорим о двух протестах, которые сейчас происходят в Вашингтоне, да, есть массовые волнения, есть недовольство людей. Но, в принципе, это недовольство людей, оно схлынет. Оно схлынет со временем. В Америке всегда так происходит. После инаугурации страсти утихают, люди примиряются с этим. Но есть так называемые профессиональные протестующие. Вот как раз именно их и осуждает Дональд Трамп, который выходит на акции протеста. И как они поступят? Когда получат новую команду? Выйти в Вашингтоне, Сиэтле, Нью-Йорке, ну, в любом крупном городе Америки. Вот это предсказать очень сложно. Ну, а сегодняшний день? Сегодняшний день был все-таки достаточно спокойно. Вот я проехался сегодня с утра по центру Вашингтона. Спокойно, тихо. И основной вопрос, который сейчас у всех возникает, ну, а даже не столько, какими будут решения Дональда Трампа. Это все-таки большой вопрос. Нет определенности, нет ясности, может быть, даже у его ближайших соратников. Но когда он примет эти решения? И вот, когда ждать первых решений от Дональда Трампа, мы спросили людей, которые знают его лично. Об этом в моем сюжете. Вот и финал. Больше года споров, агитации, борьбы. Инаугурация Дональда Трампа – точка в этом грандиозном противостоянии. Теперь Соединенные Штаты ждут совсем другие времена. В пылу предвыборных страстей оба претендента наговорили много. И весь мир задавался вопросом. Будет ли кандидат Трамп отличаться от президента Трампа? Обещание построить стену, выслать нелегалов, сократить налоги, сделать Америку опять великой и перестать вмешиваться в дела других государств. Тот самый день, Day One, день инаугурации, 20 января, окончательно расставил акценты. Биограф Трампа Майкл Д'Антонио за инаугурацией следил не как за историческим событием. Скорее набирал материал для своей новой книги, теперь уже о Трампе-президенте. О Трампе-бизнесмене он написал бестселлер, основанный на откровенных разговорах с Дональдом. Он всегда старался казаться сильнее, чем есть на самом деле. Богаче, успешнее, блистательнее. Это всегда была самореклама. И когда дошло до большой политики, он самоуверенно заявил, только я могу решить проблемы Америки. Грубо говоря, я единственный. Но дело в том, что он и сам потом верит в то, что говорит. Так и сейчас. Чего только американские СМИ не написали об инаугурационной речи Дональда Трампа. The Wall Street Journal называет ее самой зловещей в истории. Washington Post расценивает слова нового президента как резкие и ожесточенные. Los Angeles Times пишет, что выступление было озлобленным, грубым и глубоко обиженным, а политику откровенно испуган. Мол, Трамп оставил Европу неудел, дав понять, что ей теперь придется рассчитывать только на себя. Все это выступление длиной всего-то в 16 минут. Затем те же экспертные месседжи в телеэфире. Одинаковые настолько, что даже журналисты, которые откровенно недолюбливают Трампа. И те возмутились. Да на CNN, как не включишь все, так называемые эксперты, эксперты, эксперты. Может, стоит расширить круг и, наконец-то, услышать людей? О людям из иноугурационной речи стало понятно ключевое. При Трампе Соединенные Штаты не намерены ничего навязывать другим странам. Враг назван только один. Радикальный исламский терроризм. И новый президент его пообещал уничтожить. Республиканец обещает бороться с криминалом внутри самой страны, считая его большим злом, чем внешняя угроза. Трамп не намерен тянуть с переменами. Любыми. Он сразу же подписал десятки указов, сделав это показательно, публично. Еще две сотни документов готовы к подписанию в самое ближайшее время. В том числе и отмена Обамакэр, реформы здравоохранения. Трамп сразу же распорядился изменить дизайн овального кабинета. В частности, туда вернули бюст Черчилля, который вынес Обама. Заменяет и декор, и мебель, и шторы. CNN сообщила в новостях, никогда еще Белый дом не меняли так резко. Также стремительно меняются и кадры. Он делает это все не для того, чтобы казаться более влиятельным. Это не тот человек, который станет играть роль. Он всегда осваивается так на новой работе. То же самое и с людьми. Если ты настолько богат, сложно понять, люди с тобой, потому что они лояльны, или потому что ждут выгоду. Если понять эту мотивацию, неудивительно, что его взрослые дети и другие родственники мгновенно стали советниками и влиятельными чиновниками. Трамп доверяет им больше, чем кому-либо. Но пока команда Трампа, кроме двух министров, не утверждена Конгрессом, а значит, и к работе приступить не может. А без этого даже не решено, кто будет новый Нуланд. Кто станет отвечать за Украину и Россию? Вице-президент, госсекретарь, помощник по национальной безопасности или кто-то другой? Не зная персоналей, сложно планировать дальнейшие шаги. Единственное, что понятно, опасения от смены власти в Белом доме преувеличены. Такой вывод сделали украинские политики, которые в дни инаугурации проводили встречи в Вашингтоне на очень высоком уровне. Те встречи, которые имел тут, они дают представы для такого бережного оптимизма про то, что новая администрация Трампа принесет новую энергию в решение конфликтов на Донбассе, а вот так встановление мира в Украине. И есть надеяние на то, что новообранный президент будет тримать украинские вопросы в поле своей уваги и то, что эта новая энергия даст на решті Украине возможность стать мирной страной. Потому что без миру, насправді, неможливый экономический развиток. А вот так мы не сможем снизить тарифы. У нас никогда зарплата и пенсии не наздужинут ціни в магазинах. И ми ніколи не зможемо выйти з тієї системної кризи, в якій знаходиться наша держава. Мир – це перший пріоритет для українських політиків. А пріоритет политиков американских новый президент сформулирует сам. В ближайшее время. Ведь Трамп не тот человек, которому нужна долгая пауза для решения. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала «Интер». И стоит отметить последние шаги ушедшей американской администрации, с которой наши политики привыкли вести дела. Многое теперь, конечно, изменится. Но в основных вопросах Трамп вполне может воспользоваться наследством Обамы и Байдена. Джо Байден, кстати, побывал с прощальным визитом в Украине за пять дней до окончания своих полномочий. В Киеве он встретился с Петром Порошенко и Владимиром Гройсманом. Пообещал Украине продолжение финансовой поддержки со стороны США. Еще раз подтвердил, что санкции против России должны сохраняться до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения. И в очередной раз напомнил о необходимости реальной борьбы с коррупцией. Я хочу призвать народу Украины продолжайте борьбу с коррупцией, настаивайте на прозрачности, расследуйте и преследуйте в судебном порядке чиновников, которые разбазаривают государственные деньги для своего обогащения. Я надеюсь, что следующая администрация также будет вашим сторонником и партнером, окажет поддержку в вашем дальнейшем прогрессе. Но вы же знаете, никто не может выполнить тяжелую работу вместо вас, только украинский народ. Таких заявлений о коррупции за то время, пока Байден курировал украинскую тему, он сделал уже, наверное, десятки. Но, несмотря на это, результатов в борьбе против коррупции в Украине довольно мало. Она скорее напоминает шоу. Громкие задержания, хлесткие заголовки в изданиях, которые клеймят взяточников и обещания виновных задержать. Но информационная пена сходит, а вместе с ней все сходит с рукой коррупционерам. Их дела спускают на тормоза. До суда доводят только дела чиновников отпущения, мелких хапук, за которых просто некому заступиться из властимущих. Сколько реально посадили взяточников, а кто до сих пор на свободе о декоративной борьбе с коррупцией? Елена Зорина. Их задерживают чуть ли не каждый день. Заголовки СМИ пестрят статьями о пойманных коррупционерах. Не только в Киеве, но и в Одессе, Кропивницком, Краматорске, Херсоне. Среди взяточников чиновники, судьи, прокуроры, ректоры вузов. Да что там? Даже полицейские. Ценники решал колеблются от нескольких тысяч гривен до сотен тысяч долларов. Но что же в итоге? Дуже много там коррупционных справ не доходят навіть до суду. Львов. Один из громких скандалов месяца. Дань с подчиненных на таможне и рекордная взятка в 15 тысяч долларов. Все руководство ведомства отстранено. Главный вымогатель задержан. Это Юрий Борисов, исполняющий обязанности заместителя начальника. Безусловно он напрямую грошей от подчиненных не брал. Он выяснил какую-то особу, которая также работала на львовской митнице, которая должна была в определенный период обойти весь особенный склад, можно так сказать, и собрать какую-то данную. Сумы были разные. Были от тысячи долларов, от 2000 долларов, от 500 долларов. Кто сколько вы имели? Киев. 12 января. Задержание, которое генпрокурор назовет началом рыбалки на особо влиятельных коррупционеров. Это не выставка элитных машин и даже не площадка перед автосалоном. Это не скромный автопарк судей хозяйственного суда Киева. Именно здесь трудятся самые богатые служители Фемиды Украины. Если верить их декларациям, только наличными. Они хранят миллионы. Игра в тарифную лотерею. По формуле или с потолка? Откуда берутся новые, шокирующие цифры в платежках? И как много украинцев не смогли заплатить по таким космическим расценкам? Главный больной Кабмина. Минздрав лихорадит которую неделю? Чем же закончится противостояние врачей и министра? Люди гибнут за янтарь. Кто ответит за полный беспредел на нелегальных янтарных копях? Подробности недели возвращаются в прямой эфир. Спасибо, что дождались. Как избежать наказания за убийство? Заплатить. В Украине на воле сотни водителей, которые сбили людей насмерть на этой неделе. С новой силой разразился давний скандал. Станислава Толсташеева, это тот самый сын бизнесмена, который на Мерседесе сбил женщину, готовы были признать неподсудным. Мол, во время аварии он был в обмороке. Но, как выяснил наш Алексей Пшемыский, признание водителя невменяемым – один из самых простых и проверенных способов избежать наказания. На какие еще уловки идут богатые виновники аварии? И сколько же стоит человеческая жизнь? Скорость, дорогие машины, деньги. Вот что общего у всех этих аварий. А еще смерть и разбитые семьи. Однако виновникам зачастую это сходит с рук. Весь вопрос только в сумме. Ведет в баню установку, которая не сбили, нет ли? 9 января прошлого года. Столица метро Левобережная. Белый Мерседес вылетает на тротуар и сбивает насмерть продавщицу. За рулем 23-летний Станислав Толстошеев, сын донецкого бизнесмена Андрея Толстошеева, который, по данным журналистов, был близок к семье Януковича. В его соцсетях десятки фото с вечеринок, с алкоголем за рулем и посты о наркотиках. Однако на первых же заседаниях суда оказывается, виновник смертельного ДТП болен с рождения. Я не монах, а обычный молодой человек, который вел абсолютно нормальный для молодого человека образ жизни. И несмотря на врожденный порог сердца, я мог себе очень редко позволить выпить. Потом заявили, у Толстошеева был эпилептический припадок. И вот год спустя в прокуратуре Киева подтверждают, мол, парень был в глубоком обмороке. А значит, никакого наказания мажор, убившись женщину, не понесет. Такие новости опять подняли шум СМИ. И только после выхода десятков публикаций и репортажей в прокуратуре решили дело пересмотреть. В прокуратуре решено продолжить досудовое расследование. И на наступный тиждень заплановлен допыт экспертов, которые проводили остальные исследования. Неожиданные приступы, пороки сердца, эпилепсия. Такие диагнозы – самый простой способ избежать наказания, говорит правозащитник Евгений Крапивин. Самый угловный кодекс имеет определенный механизм, как человек освобождается от ответственности. Вот одно из этих оснований, например, психическая болезнь, либо состояние, в котором человек не мог оценивать свои действия. Основная точка, на которой люди избегают ответственности – это медицинские комиссии, медицинские заключения. Еще одно громкое ДТП, в котором погиб известный рэпер Ларсон. 17 сентября 2015 года. В Киеве, на перекрестке, его мотоцикл въехал в Кадиллак Эскалейд. Виновница аварии – руководитель частной медклиники Ирина Скляренко. Врач, которая, возможно, могла спасти Ларсону жизнь, даже не вышла из машины. Вот она, сидит в Кадиллаке и разговаривает по телефону, пока прохожие пытаются помочь ее жертве. Полицейские дают Ирине Скляренко с места аварии скрыться, после чего она спешно покидает страну. А Ларсон через несколько дней умирает в больнице. Где сейчас виновница ДТП – неизвестно. Дело попросту зависло. Адвокат и близкий друг Ларсона Андрей Цыганков знает почему. Потому что дело откуплено. Я не говорю, что я был свидетелем, как передают деньги. Но я глубоко убежден, что оно откуплено на уровне меняемого, хорошего уровня руководства МВД и Генеральной прокуратуры. Если бы не общественный резонанс, если бы не те, кто с ним воевал в АТО, которые несколько по-другому относятся к вариантам справедливости, дело бы было закрыто. Если скрыться не удалось и не оказалось готовых поставить нужный диагноз экспертов, всегда найдется подсадная утка. 13-й год, Одесса. Бентли на огромной скорости спивает прохожего. Молодой парень погибает. Водитель даже не подходит к нему. А смотря машину, убегает. Через некоторое время за руль садится некий сотрудник автосалона, где якобы стояло авто и заявляет, что это он сбил человека. Этот мужчина появился, по-моему, в БНВ, подъезжала и его привезли. Человек, который выходил, человек, который представился водителем, был не он. Позже выяснилось, авто принадлежало депутату Одесского горсовета Геннадию Чикити. Однако тот все отрицает. Декабрь 2015 года. Похожая история. Автомобиль бывшего мэра Киева Александра Мельченко сбил на переходе женщину и уехал. Но вскоре на место ДТП приехал Анатолий Нищун, личный водитель Мельченко, с повинной. Но после того, как пострадавшая умерла и виновнику начала светить тюрьма, водитель пошел на попятную. Дескать, взял вину на себя за 25 тысяч долларов. Хотя вскоре отказался и от этих показаний. А Мельченко, который в 2009-м уже сбил насмерть человека, так и остался в стороне. Таких историй сотни, говорит правозащитник Эдуард Багиров. И если на месте аварии вовремя не оказалось прохожих с телефонами или камер наблюдения, часто такие дела закрывают сразу же. Мажоры в Киеве устроили автомобильные сафари и давят людей. У них есть некая индульгенция, какая-то справочка, что вот ты можешь убить, немножко будет шум информационный, журналисты, СМИ будут шуметь, общественники возмущаться. Но потом они успокоятся. А ты можешь дальше убивать. И у каждого такого убийства есть своя цена. Прайс на человеческую жизнь. Выходя на улицу, находясь на проезжей части, находясь где угодно в зоне риска, жизнь стоит 50 тысяч долларов примерно. То есть те, кто позволят себе в случае чего расстаться с этими деньгами. И пока будут те, кто готов брать эти деньги и покрывать убийц. Таких историй будет только больше. Алексей Пшемыский, Андрей Кузнецов. Подробности недели, телеканал Интер. Только больше это слова и о другой беде, которая коснулась всех регионов страны. Топ-тема нынешней недели – коммунальные платежки за декабрь. О них говорят повсюду. В транспорте, на работе, в магазинах и больницах. Ведь некоторым людям пришли просто космические суммы. Лидер тарифных цифр – Киев. Тут некоторым горожанам выставили счет за тепло до 10 тысяч гривен. Откуда такая арифметика? Почему теплоэнерго винят во всем несовершенный закон? И главное, что делать людям? Обо всем Павлина Василенко. Новый год – новый коммунальный шок. Не успели украинцы отойти от осеннего потрясения, как пришли платежки с еще более впечатляющими суммами. В Запорожье даже конкурс провели на самую страшную платежку города. А вот и она – победительница. Юлия Чернокнижная за отопление квартиры в 58 квадратов должна заплатить 3200. Если нам обоснуют эти цифры, тогда будем думать о том, как их сплатить. На данный момент нам никто ничего не обосновал, откуда эти цифры, почему так. Но лидер космических коммунальных сумм – Киев. 3000 гривен за тепло – тут далеко не предел. Я имею новый рахунок на 7900. Это вся моя зарплата. Всю свою зарплату женщина должна отдать за 88 квадратов. Такие счета Ольге и ее соседям приходят после того, как установили домовой счетчик. Вот только стоит он в другом доме, и доступа у жильцов к нему нет. Люди просят Киев Энерго сделать перерасчет. Говорят, сумма должна быть минимум в два раза меньше. Поэтому и платить пока не торопятся. А вот настоящий баловень коммунальной судьбы. Юрию за квартиру в 120 квадратов пришел счет в 10 тысяч гривен. Ведь оказалось, что платить Юрий должен и за себя, и за того парня. Деякие люди, проходящие, возможно, света, еще что-то, показники не сдали. И Киев Энерго их просто не враховывало. То есть у них враховало как ноль споживания. И остальную сумму раскинуло между другими квартирами. В Киев Энерго всю неделю уверяли, расчеты правильные. Но в конце недели все-таки признали. Несправедливость есть. Соседи действительно платят за соседей. А перерасчет будет автоматически. Когда-нибудь. В будущем. Если в квартире есть прибор учета, мы не имеем права выставлять ни по норме, ни по среднему, как это в электрике. И мы обязаны, вот то, что остается вот эта геокалория нераспределенная, распределить на тех, у кого счетчиков нет. Я тоже лично считаю, что это дискриминационная норма. Чем страшнее платежки, тем больше желающих ставить квартирные счетчики тепла. Но с экономией от них будет расти недовольство других. Ведь все перерасходы и теплопотери энергопоставщик будет разбрасывать на тех, у кого счетчика нет. А значит, возможны соседские войны. С 24 часа он только 2 часа огревает квартиру, а решта он топится за рахунок соседей. У него платежка виявилася в 8 раз меньше, 8, чем у соседей, которые его огревают и платят за это, понимаете? Через стены. Киевенерга в этой ситуации будет правой. Он всегда будет сказать, або и другие теплопоставщики, я вам до вашего будинка, до лечильника дав такую колькість гигакалорий, заплатить мені, а далі розбирайтеся внутри будинка. Предотвратить соседские войны може изменение той нормы расчета, которая заложена в законе. И этим должны озадачиться профильные министерства и депутаты. Требовать перерасчета, четкого обоснования сумм и участвовать при снятии показателей счетчика. Единственные действенные методы, которые могут хоть как-то урегулировать коммунальную арифметику. Когда люди уже зафиксируют, задокументуют с подписами представителей ЖКХ, представителей жителей, что на первый там лютого показник вот такой, то дальше уже обманывать станет неможливо. Потому что на первый березня уже просто порахуется разница и все. Но пока люди пассивные, как ты сказал, лоха не кинуть себя, не уважать. А пока украинцы живо обсуждают сумму в своих платежках. Но вот оплачивать их не спешат. Ведь многим просто нечем. Комунальные долги растут. Сейчас это миллиардные суммы. К примеру, в городских многоэтажках не платит каждая пятая квартира. Госкомстат подсчитал, больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. Если год назад речь шла о 90% уровень оплаты, то сейчас речь идет о 64% на сегодняшний день. Наши платежки должны быть в два раза ниже их размер, скажем так, чем есть сейчас. И это есть экономически обоснованная формула. Это нормальная цена за отопление, за газ. Вот это Полтавская область. Именно здесь забывают украинский газ. Но по иронии местные жители боятся, что от газа им придется отказаться, если он еще подорожает. Наталья Микиченко живет в селе Теплом. Теплое газифицировали 15 лет назад. Но с нынешними тарифами не очень-то погреешься. Субсидии урезали вдвое. Небольшой дом, 46 квадратов, отапливается газовой грубой. Батарей нет. Чтобы было тепло, в теплом экономят. Четыре человека в хате живут, но у батька только один, пока что сейчас работает. Деемся, сколько напалили, нужно заплатить. Потому что если перепалим, то цена довольно престижная. Мы за грудень выпали 286 кубов газа. И вот наша квитанция, мы заплатили 400 гривен. Но самое дорогое удовольствие – это газ для прифронтовых территорий. В 2013-м в дом Веры Сергеевны попало два снаряда. Часть крыши перекрыли, часть нет. В комнатах гуляет сквозняк. Зимой живут на кухне. У нас остался уголь, слава богу. А вы еще и углом топите? Так вы углем или газом топите? Газом мы кушать варим, потому что слишком много тогда будет нам платить. Теперь самая большая интрига – платежки за январь. Будут ли они больше и будет ли в них обещанный перерасчет? Если нет, эксперты советуют потребителям подавать коллективные иски на поставщиков теплоэнергии. Павлина Василенко, Ирина Баглай, Сергей Бордюжа, Сергей Дубинин и Павел Лысенко. Подробности недели. Телеканал Интер. И космические платежки, и другие проблемы отопительного сезона, и старт нового политического сезона обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Юрий Анатольевич, информация о завышенных суммах в платежках приходит практически из всех регионов нашей страны. Сколько люди в итоге могут переплатить, и, соответственно, сколько миллионов или миллиардов осядет в чьих-то карманах? Ну, на самом деле, это самая большая афера и аферист сегодняшней власти. Это они запустили механизм восьмикратного увеличения стоимости газа, что повлило за собой цепную реакцию подъема тарифов. А дальше уже воспользовались разного рода конторы, которые еще добавили свои прибыли, и в итоге люди действительно получили космические платежи. И мы предупреждали, что так будет. Это только начало. Сейчас люди уже отходят от шока, видят, к чему привело такое повышение, видят, что не хватает субсидий и в бюджете, и сложно их оформить. Позиция нашей фракции однозначная. Мы, как выступали, против таких тарифов, и мы считаем, что они должны быть снижены в два раза, поскольку все остальное – это спекуляции. Ну, если вы заговорили о субсидиях, многие эксперты говорят о том, что проблема отопительного сезона и этого, и будущих заложена в самом государственном бюджете, когда на субсидии выделяется более 50 миллиардов гривен, а на программы энергосбережения, о которых так много говорят, снимают социальную рекламу, даже специально выделяется чуть меньше миллиарда. Как вот такой дисбаланс можно прокомментировать? На самом деле вопросов к бюджету очень много, и субсидии – это только один из вопросов, поскольку мы не голосовали за этот бюджет, считаем, что он антинародный, считаем, что он выбросил из жизни около 10 миллионов пенсионеров с сегодняшними пенсиями. В общем, не хватает самой суммы субсидий. А второе – действительно пошли по самому неправильному пути. Вместо того, чтобы инициировать энергосберегающие технологии, дать возможность людям установить счетчики, изолировать жилье, тем не менее пошли по самому простому пути – субсидирование. Раньше субсидировали нефтегаз, теперь субсидируют жилищно-коммунальные конторы, но суть – это не поменялось. И действительно, это проблема, которую придется решать. Ну, безусловно, повышение пенсии – наверное, одна из главных задач, которую ждет украинское общество в этом году. Но контраргумент, который обязательно прозвучит, это дыра в пенсионном фонде в 140 миллиардов. И правительство снова скажет, что просто у страны нет финансовой возможности повысить. Пожалуйста. Так ли это? Или в этом году все-таки можно изменить эту ситуацию и повысить пенсии, ну, хотя бы до уровня минималки, да, в 3200? Мы показали перед первым чтением бюджета еще, мы показали, где взять дополнительные деньги и где сократить расходы для того, чтобы увеличить пенсии, решить ключевую проблему. Это, в первую очередь, снижение выплат на силовой блок. Зачем увеличивать выплаты на полицию, на прокуратуру, на администрацию президента, на ту же Верховную Раду, если эти суммы можно снизить безболезненно на 30 миллиардов гривен по нашим подсчетам. Второе – это заложить реальный уровень инфляции. Ведь уже ясно, что 27 гривен за доллар не будет. Уже сейчас он больше. И уровень инфляции не будет 8%, который анонсировало и заложило правительство. Надо закладывать реальный уровень инфляции. Увеличение реальных доходов в бюджет – это тоже около 70 миллиардов гривен. И вот вам, пожалуйста, дополнительное средство для того, чтобы повысить пенсии. Вот вам, пожалуйста, дополнительное средство наполнения бюджета. Но я уже не говорю о том, что надо прекратить воровать на таможне, прекратить выдаботок янтаряне законы, еще крышевание горного бизнеса и все эти негативные явления, которые тоже ликвидируют поступление в бюджет. Юрий Анатольевич, что происходит с парламентом? Я, например, не могу припомнить, когда была подобная ситуация, что Верховная Рада практически весь январь не работала. Если в прошлом году мы сомневались, существует ли коалиция в Верховной Раде, то в этом году, наверное, уже пора говорить, а существует ли Верховная Рада. Чем можно объяснить столь длинные каникулы? Ну, парламент вообще-то и прошлый год-то не работал, поскольку он занимался своими имиджевыми делами, а те вопросы, которые реально волновали людей, которые их беспокоили, они ушли от парламента. Какие-то декларации, ратификации, пустые заявления, удовлетворение политических амбиций. Вот это все было составляющей работы парламента. И в итоге вообще безобразие, вот когда посмотришь на пустой зал, во время, когда люди ждут, получили эти платежки, когда пенсионеры страдают, когда люди ждут реальной помощи, этого не произошло. Поэтому парламент обречен на переизбрание. Он не пользуется доверием людей и уже давно. А экономические вопросы, которые сегодня волнуют людей, которые сегодня как раз больше всего заботят людей, они ушли от этого парламента. Он не способен их решать. Ну, некоторые из этих вопросов мы будем обсуждать и в этом эфире. Я вас благодарю за эту встречу. Спасибо вам. Спасибо, что ответили на вопросы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Мы с вами идем дальше. Как сами видите, работы у парламента выше крыши. Сотни законопроектов на столах у депутатов. Но одна из задач, которую народные избранники обязаны решить как можно быстрее. Ситуация с янтарем. На этой неделе янтарный район стал зоной беззакония. Там произошло сразу три перестрелки. Одна из них с жертвами. Законопроекты, которые могли бы поставить добычу в законные рамки, уже есть. Неоднократно и в Кабмине, и в депутатском корпусе обещали решить проблему. Но, по-видимому, оставить это дело в тени прибыльнее. Три серьезные перестрелки. Это только за неделю. В залужии местные пытались забрать оружие у неместных. Двое в больнице. По распале конфликта, злоумесники выстрелили из Меслевской рушницы. После этого уничтожили с места подъем на собственном авто в невидомом направлении. Тоже в воскресенье старое село. Местные задержали троих залетных, которые приехали, как говорят в полиции, на бытовые разборки с гранатой. Позже она оказалась муляжом. Смотрите, как мне... За что ему дворец, что делают? Я прямо хочу, потому что стреляют. Что стреляют? Сказали, копайцу. Что за что ему дворец, что работают? Сказали, копайцу, что вздрекай хотя бы. Нет, нет, нет. В ночь с воскресенья на понедельник самая серьезная на этой неделе перестрелка. Это Олевск. Ну вы видите, что тут полцентра кровью залито. Как люди что-то сбираются? Вот тут уже беспредел. Все бандосы Белорусского Союза, все тут. Когда оно мое кончится в этом районе? Когда люди тут спокойно будут спать. Когда мы будем спать, зброя заражена, чтобы стояла бля кровати. Когда оно кончится, это все. Стреляли вот тут, на центральной площади. Один погибший. Есть раненые. В Олевске говорят, это нападение львовской группировки на местное общественное формирование «Альфа». В полицию уверяют «Бытовуха». Мол, приезжие просто не хотели платить за дискотеку. Это никак не связано с душами? Нет, никак не связано. В больнице шесть раненых, четверо Олевских и двое приезжих. Члены так называемой «Альфы» прячут лица. С нами согласились говорить на условиях анонимности. Там был какой-то конфликт на дискотеке. И люди здесь там днем в день собирались, выявляли свое неподобство. Но потом все разъехались и все. И нас вечером, напевно, с кем-то спутали. Мы никого не шукали, ни с кем не хотели разбираться. Когда мы уже все лежали расстреляны, уже потом кто-то скинул гранату. Возле палаты правоохранители с автоматами, этажом ниже реанимация. Тут те, кто организовал перестрелку. Двое жителей Львовской области с открытыми переломами обеих ног. Виталий Солдатыхин. Больше известный по кличке «Тюрьма». Свои 35 у Виталия 4 срока. Крайний раз вышел на свободу в 12-м. В Олевске львовских янтарных парней знали хорошо. Волевский Виталий жил, по нашей информации. Вот в этом доме, соседи говорят, тут же жил и начальник местного райотдела полиции. Но вот уже неделю после перестрелки бывшего руководителя 52-го отдела в Ревненской области, который и обязан контролировать янтарные вопросы, здесь не видели. Именно начальник Олевского райотдела полиции категорически запретил журналистам общаться с подозреваемыми. Мы пытались спросить у начальника райотдела Владимира Чумака, знаком ли он с криминальным авторитетом тюрьмой. Но он, говорит, отказывается. Генпрокурор на этой неделе показательно уволил руководителя Олевской прокуратуры. Но депутаты считают, надо брать выше. Мы пытаемся установить, под чьим контролем находится львовская группировка. В полиции нас уверяют, перестрелку тюрьма организовал сам. Поиски информации о тюрьме приводят нас во Львов, на улицу Личаковскую. В одной из квартир этой многоэтажки на отца Виталия Солдатыхина Виктора зарегистрировано 6 фирм. Одна принадлежит кипрскому офшору. Все фирмы занимаются инжинирингом и газодобычей. По нашей информации, орудовавшие в Олевские бандиты так называемые львовские кепки. Но в полиции этого не подтверждают. Хотя и обещают распутать историю этой группировки до самого конца. На этой неделе в Олевск вели нацгвардию и патрульных из Житомира. Работают они и в Ракитномском районе. И сразу результаты. В Олевске изъятие наркотиков в Ракитном незарегистрированных автомобилей. Но вернуть на эти территории Оперштаб пока только обещают. Но тем не менее, янтарные клондайки вот уже неделю не действуют. Внимание правоохранителей, оказывается, все-таки влияет на старателей. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности недели. Телеканал Интер. Конфликт, в котором заложники люди. Украинские врачи восстали против Министерства здравоохранения. Мол, Минздрав срывает все закупки препаратов. И в больницах просто нечем лечить пациентов. В ответ чиновники обвинили медиков в коррупции. Главный фигурант из скандала ИО-министра Ульяна Супрун и директор Института сердца кардиохирург Борис Тадуров. На этой неделе Супрун хотели послушать на заседании профильного комитета парламента, но не вышло. Почему? Ольга Теребинская расскажет. За этой дверью уже второй час идет сложная операция. Хирурги, анестезиологи и медсестры борются за жизнь человека с пороком сердца. Нам предстоит поменять два клапана, метральный и артальный. Поменять на протезы. Каждый карбоновый клапан стоит 15 тысяч гривен. Материалы для оксигенатора, устройство, которое насыщает кровь кислородом, 12. Раствор для остановки сердца еще 3 тысячи. И это только малая часть необходимого. В целом цена жизни этого пациента около 200 тысяч гривен. В Украине такие операции должны делать бесплатно. Но материалов нет, уверяет главврач Института сердца Борис Тадуров. Склады пустые. Эти расходные материалы мы обычно раньше получали из МОЗа. И вот в 2016 году такой закупки Министерство здравоохранения не произвело. Поэтому на сегодняшний день у нас нет ни оксигенаторов, ни клапанов. И больные вынуждены это покупать самостоятельно. 1 января на странице врача в Фейсбуке появляется обращение к исполняющему обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Тадуров обвиняет ее в срыве госзакупок. И такая халатность, пишет кардиохирург, повлечет за собой тысячи смертей украинцев. Если бы в Америке министр по какой-то случайности не выполнил бы государственную программу и умер бы хоть один человек в результате этого невыполнения, такой министр бы сел в тюрьму. И надолго. У нас умирают тысячи людей. Ни одна из программ, из десятков программ не выполнена в 2016 году. В ответ и у министра молча удаляет Тадурова из друзей. А спустя три дня на сайте Минздрава появляется сообщение, мол, обвинения кардиохирурга беспочвены, тендеры объявлены. Через две недели свою позицию высказала Исупрун лично. По ее словам, в госсакупке через международные организации позволяют сэкономить деньги. А несвоевременные поставки объяснила саботажем. Но вот когда медикаменты дойдут до больниц, неизвестно. Очная оставка между участниками конфликта должна была состояться в среду на заседании профильного комитета Рады. В зале собрались депутаты, медики, представители общественных организаций и журналисты. И не хватало нескольких членов комитета. Обсуждения начали без них. Но руководитель министерства в дискуссию решила не вступать. Ведь кворума нет. У нас была пресс-конференция в кабине. Я думаю, что тут идет пресс-конференция комитета. Но мы сейчас не будем дальше отвечать. Спасибо. Пропозиция. У меня есть пропозиция. На сторону кардиохирурга Тадурова стали другие врачи. Рассказывают, новая команда Минздрава на контакт не идет. А ситуация с медикаментами в больницах идентична. Активисты медслужбы Евромайдана присоединились к негодованию врачей. И потребовали от руководства страны вмешаться в скандал. Сторонники же Супрун в свою очередь обвинили Тадурова в причастности к коррупционным схемам. Мол, медикаменты для института сердца закупали по завышенной цене. Нардепы, члены профильного комитета, с такими заявлениями не согласны. Рассказывают, у них есть все доказательства, что коррупция из Минздрава не ушла, а переместилась на международный уровень. За думкой и подписом пани Оляни Супрун, в Украине никто не имеет права ознайомиться с международными процедурами и международными договорами. Это стало приводом как раз для свернения до Генеральной прокуратуры, до Службы безопасности Украины и до НАБУ с тем, чтобы открыли криминальные проведения по указанных справах и провели соответствующие расследования. Спустя три часа работы врачей, сердце этого человека снова работает. Его семья нашла деньги на операцию. Но для тех, у кого средств не хватит, статистика звучит как приговор. За год от сердечно-сосудистых заболеваний умирает почти полмиллиона украинцев. И пока власть решает, на чьей стороне правда, люди живут надеждой дождаться своей операции. Ольга Теревинская, Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер. Похоже, этот конфликт вокруг Минздрава станет одним из главных в нынешнем полицезоне. И депутаты, и ИО-министра Ульяна Супрун настроены очень решительно. В поддержку Супрун уже даже высказался и премьер-министр. А вот чем все может закончиться? Не придется ли и Супрун уйти со своего поста, так же, как и двум предшественникам? Спросим у главы парламентского комитета по здравоохранению. Ольги Богомолец, она с нами на связи. Ольга, приветствую. Скажите, ваш прогноз. Чем все может закончиться? Когда, наконец, Минздрав перестанет быть главным больным нашего Кабмина? Для меня наиболее больно, знаете, я хоть политик зараз, но я продолжаю оставаться лекарем. Для меня наиболее больно, что внаслідок этого недопостачения леков и медикаментов в медицинские заклады, что от этого помирают люди. Это наиболее беда, наиболее ответственность, наиболее трагедия того, что, власне, держава не делает ту работу, которую, власне, вона мает выполнять. Все решта для меня, будь-який чиновник, на сегодняшний день є инструментом, который мает обеспечить проведение и выполнение державной политики. Держава абсолютно чітко сможет сказать, у нас вистачає грошей на лекарство такой-то кількости пацієнтов, а на лекарство других пацієнтов у нас не вистачає. Сегодня бюджет Министерства хорони здоровья є фиктивным, потому что сегодня, например, в бюджеті прописано, что дитячая онкология у нас финансуется на 100%. Я просто хочу зараз спитати, чи є взагалі в цей країні родина, у которой дитина хворіє на онкологию, где в родине нічого не докуповали, ніякие медикаменти, нічого для того, чтобы врятувати свою дитину. А в бюджеті прописана цифра, что дитячая онкология профинансована на 100%. Что это означает? Что бюджет – это брехня. А чому он, власне, не прорахованный правильно? Потому что Министерство не знает собеварность, не знает, как лекарство, чем лекарство, сколько это стоит, а кількість пацієнтов абсолютно является известной. Поэтому требования очень простые. Або Министерство включает четверту швидкость и начинает делать реальные реформы, а не профанацию этих реформ. Реальные реформы с адаптацией европейских стандартами, с введением всех референтных цін в референтных странах, с созданием модели обрахунка собеварности медической послуги. И только после этого все следующие кроки. Тогда, власне, если команда Министерства это усведомлюет и готова это делать, соответственно, у ней будет будущее. Ольга, но ведь вы наверняка знаете, что у команды Супрун есть и защитники. Они говорят, что весь этот скандал вызван тем, что Минздрав пытается поломать коррупционные схемы. Прокомментируйте это тоже, пожалуйста. Прокомментируйте это, пожалуйста. Но какие отношения к борьбе Министерства охраны здоровья с коррупционными схемами мают украинские граждане, которые не имеют денег на сегодняшний день, чтобы привлекать себе, свою родину, своих родителей, чтобы установить стенды и сделать коштовые операции на сердце. Какие они имеют отношения к этих внутренних заданиям? Есть задания у чиновников, будь ласка, хай они их выполняют. Но Министерство охраны здоровья має забезпечить свою частную поставку медикаментов. И посылать, что они борются с коррупционными схемами, в данном случае они не имеют права. Потому что гроши Министерство держава выдала за 2016 рік. Министерство мает закон, который был проголосованный два роки тому. Вже пройшли один раз в международную закупку. То есть, никаких препон, кто бы заважал Министерству это сделать, абсолютно я не бачу на сегодняшний день ответственности. Просто списывать неспроможность своёчасно провести закупки на борьбу с коррупционными схемами, это не честно. А с коррупционными схемами нужно бороться. И всех, кто нечестно зарабатывает деньги, нужно безусловно притягать до ответственности. Понятна ваша позиция. Спасибо, Ольга Богомолец была на прямой связи с подробностями недели. От внутренних проблем Украины переходим к внутренним проблемам Европы. Но тем, которые, безусловно, отразятся на нашей стране. Смена президента и, возможно, курса страны в этом году ожидает не только США, еще и во Франции весной пройдут президентские выборы. Уже ясно, что действующий глава государства Франсуа Оланд уходит. Кстати, один из участников нормандской четверки, единственного международного формата, в котором проходят переговоры по прекращению войны на Донбассе. Ну, а сегодня во Франции первый тур праймерис социалистов партии Оланда, на которых партия определит двоих претендентов на президентское кресло. Второй тур первичных выборов состоится через неделю. За этим голосованием следит наш корреспондент в Европе Юлия Мендель. У нее узнаем, участвуют ли французы в этих праймерис, есть ли уже опросы, не сулят социалистам победу на президентских выборах. Юля, приветствую тебя. Есть у нас связь с Юлей. Скажи, как прошло сегодняшнее голосование и на что рассчитывают пока еще в президентской партии. Прошу. Алексей, выборы кандидата от социалистов во Франции проходят довольно вяло. Особенно, если сравнивать с ажиотажем на праймерис правых партий. Даже европейская пресса освещает это событие скудно, как будто бы нехотя. И, в общем, это логично. У социалистович очень низкие рейтинги. Судя по опросам, у кандидата от этой партии практически нет шансов пройти во второй тур президентских выборов. В списке левых семь кандидатов. И четверо из них уже были во власти. Но результат оказался плачевным. Страна стала менее безопасной, увеличилась безработица и растет недовольство. А сегодня самый популярный кандидат левых, экс-премьер Мануэль Вальс, в своей речи больше пугал правыми, чем обещал что-то изменить. Вот послушайте. Не хочу, чтобы прогрессивные французы-левоцентристы в мае обнаружили, что оказались между Франсуа Файоном и Марин Лепен. Между жестким консервативным правом кандидатом, который сравнивает себя с Маргарет Тэтчер, и правым радикалом, который разрушит страну. И тем не менее опросы показывают, что именно так весной и будет. Социалисты только третьи. На первом месте в рейтингах действительно Франсуа Файон. Ну а конкуренцию ему во втором туре, скорее всего, составит Марин Лепен. Так что сама тенденция уже видна. Францию, очевидно, ждет смена власти. И главный вопрос для всех в Европе. Насколько это изменит соотношение сил на континенте? Алексей? Спасибо, Юля, за работу. Юлия Мендель была с нами на прямом включении из Франции. Ну, для нас, пожалуй, главный вопрос. Может ли украинская дипломатия не вляпаться еще и в эти выборы, как это произошло с американскими, где наши официальные лица и многие политики уж слишком откровенно подыгрывали проигравшему кандидату. Ну, а еще главный вопрос. Сможет ли Украина подготовиться ко всем переменам, которые грядут в Европе? Ответы на эти и другие вопросы будем искать вместе с вами и в подробностях недели, и в черном зеркале. На сегодня все. Я прощаюсь с вами до пятницы. Ровно в 20.00, напоминаю, стартует информационный вечер. Тогда и увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова